МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговую информационную программу День в студии Галины Данилова. О самых интересных событиях недели вам расскажут корреспонденты ТВ Мэтищи. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Пятая ассамблея народов Подмосковья стартовала в Мэтищинском районе. С заседания круглого стола по вопросу национального партнерства репортаж Катерины Келлеровой. Еще шесть семей стали счастливыми обладателями ключей от новых квартир. На торжественном вручении побывала Светлана Кузнецова. Мэтищинская молодежь сказала свалки нет. В динеколога прошла акция, призвана привлечь внимание к проблеме мусора. В поликлинике номер 2 Мэтищинского района состоялся семинар по обмену опытом между врачами общей практики. На встрече побывала Александра Лощец. Первый этап Пятой ассамблеи народов Подмосковья прошел на этой неделе в Мэтищинском районе. Представители всех национальностей, которые проживают на территории Московской области и их духовные лидеры за круглым столом решали вопрос дальнейшего интернационального сотрудничества, направленного на процветание и благосостояние региона. Начался круглый стол с исполнения государственного гимна. Представители различных национальностей, все вместе с гордостью и осознанием того, что Россия общий дом, а родное Подмосковье настоящая родина, встретили сегодня для того, чтобы и в дальнейшем межэтнические отношения в регионе развивались позитивно и целенаправленно. И это особенно актуально сейчас, когда вопросами национальности стали заниматься на самом высоком уровне. В Московской области проживают представители десятков различных национальностей, и поэтому вопросы межэтнического характера волнуют всех – и простых жителей, и руководителей муниципальных образований. В Мытичинском районе, одном из самых многонациональных Московской области, работа по межэтническому взаимодействию ведется активно и на различных уровнях. Близость к Москве, активное строительство и развитие торговой отрасли только добавили дополнительных вопросов, решать которые стало просто необходимо. По результатам проведенного мониторинга оказалось, что нетерпимость и даже неприязнь к людям других национальностей у местных жителей все же есть. И в связи с этим был предпринят целый ряд мер. Руководители национальных автономий принимают активное участие в работе общественной палаты Мытичинского района и в ходе состав профильной комиссии. Кроме того, у нас проводятся различные акции и мероприятия, круглые столы и встречи, посвященные вопросам толерантности и веротерпимости. Примерно такая же ситуация сложилась и в соседнем Пушкинском районе, где находится Дом дружбы народов, единственный во всем регионе. Место, где каждой национальной автономии уделено особое внимание. Как нам живется там? Отлично живется. Это одна многонациональная, большая, дружная семья. Мы вместе отдыхаем, вместе проводим свои национальные праздники. По мнению участников круглого стола, такие центры межкультурного общения должны быть в каждом муниципальном образовании Московской области. Для того, чтобы в регионе не было конфликтов на национальной почве, а люди лучше понимали друг друга. На самом деле создание Дом дружбы или национального культурного центра это значит создание условий для того, чтобы встретиться люди в разных национальностях. Среди инициатив, высказанных в ходе круглого стола, были и такие. В каждом городе и районе необходимо работать с людьми, представителями титульной нации и обсуждать вопросы толерантности, веротерпимости и особенностей других культур. Мы все разные, но вместе должны относиться друг к другу по-добрососедски и с пониманием. Второй этап Ассамблеи народов Подмосковья состоится 12 июня. Его программа включает в себя праздничное шествие, фестиваль искусств, спортивные состязания. Участники Ассамблеи представят блюда национальной кухни и изделия декоративно-прикладного творчества. Репортажи со всех площадок, где будут разворачиваться праздничные мероприятия, вы сможете увидеть в специальном выпуске программы «День», которая выйдет в эфир 12 июня в 20 часов 45 минут. А мы продолжаем программу. Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда в достойные для проживания условия на территории нашего района идет полным ходом. За время действия соответствующей программы были расселены 19 домов. 180 семей улучшили жилищные условия. На этой неделе глава района Виктор Азаров вручил Мытищинским новоселам ключи от шести новых квартир. На протяжении многих десятков лет жители ветхих домов ждали своей очереди на получение новой квартиры. С 2008 года в городском поселении Мытищи реализуется адресная муниципальная программа по расселению ветхого и аварийного фонда. В настоящее время ведется работа по переселению жителей семи домов по улице 2-я институтская в новостройку на улице Стрелковой. Сегодня ключи от своих новых квартир получили шесть семей. Глава района Виктор Азаров поздравил их с грядущим новосельем. Нам это очень приятно. Нам приятно, что идет движение, позитивное движение, в изменении облика города, а главное, что изменения для наших жителей позитивные. Я смотрю, здесь находятся, наверное, внуки, дети. И вот, ну что, для них это все и делается. Я в первую очередь хочу вас поздравить с этим прекрасным мероприятием. Кроме ключей и сертификатов на квартиры, семьи получили в подарок чайные сервизы. Справляя новоселье, хозяева смогут украсить ими праздничные столы. Выразить благодарность за возможность переехать в новое жилье стремился каждый. И, наконец, наши мечты осуществились. Наши дети и мой внук будут жить в благоустроенной квартире со всеми удобствами. Спасибо вам, дорогие. У Сергея Староверова еще родители встали на очередь на жилье. Сейчас у него уже своя семья и маленький сын. И, наконец, молодая семья дождалась новой комфортабельной квартиры, чему, конечно, очень обрадовалась. Супруги даже не сразу поверили, что действительно в скором времени въедут в новый дом. Сначала, что сказали, что будут переселять, не поверили, потому что уже как бы не первый раз говорили. Год назад была встреча в корпусе института листехнического университета. Там был какой-то обозначен проект. Но спустя год он реализовался. Нам очень приятно. Поехать и полюбоваться своим жильем можно было сразу после торжественной церемонии. Марина Дойникова получила двухкомнатную квартиру, которую ждала около 40 лет. Отремонтированная, светлая, с хорошей лоджией и пластиковыми окнами, раздельным санузлом и просторной кухней такие квартиры не могут не радовать. Сообщение о скорой возможности улучшить жилищные условия для Марины стало неожиданным. Пришло письмо из Респакова. Поехали. Написано, что на улучшение старого жилья. Приехали, нам сказали, что в мае месяце будут здесь сдаваться дома и нас будут переселять. Ну вот, получили ключи сегодня от квартиры. Сразу поверили, что... Ну, сперва, как тынка, ну, когда вы спокойно приехали, то, конечно же, там спрашивали, какие квартиры будут давать, чего. Ну вот, а теперь получили ключики сегодня. Реализация программы по расселению Ветхого фонда продолжается. Еще не один десяток семей станут счастливыми обладателями новых квартир. Светлана Кузнецова, Константин Бондаренко, ТВ Матище. На заседании Совета депутатов Виктор Азаров отчитался о результатах деятельности районной администрации за 2011 год. Глава района подробно остановился на проблемах нехватки мест в детских садах и строительстве нового ипотечного дома. Отчитываясь за год, глава района Виктор Азаров заострил внимание на наиболее значимых вопросах, отметив рост по всем экономическим показателям от 7 до 9%. На протяжении нескольких лет Матищинский район занимает лидирующее положение в Подмосковье и входит в пятерку лучших муниципальных образований Московской области, за что район был награжден почетной грамотой губернатора. В 2011 году снизились объемы строительства в районе. Теперь мы занимаем седьмое место в Подмосковье. Но Виктор Сергеевич видит в этом только положительные моменты. Мы занимали с вами второе, а иногда и почетное первое место в области по объему жилья. Я считаю, что седьмое место – это очень хороший показатель. С учетом тенденций, которые складываются в последние годы, наверное, чем ниже мы это место будем занимать, тем лучше для общей ситуации развития территории Матищинского района. Это, на мой взгляд. Но, в принципе, с этой оценкой уже и согласен губернатор. Бюджет Матищинского района социально ориентирован. Приоритетными направлениями являются образование и здравоохранение. Глава района подробно остановился на том, как решаются вопросы строительства и ремонта медицинских учреждений, школ, детских садов. Особое внимание администрации и в прошлом, и в этом году уделяется проблеме нехватки мест в детских садах. Но Виктор Сергеевич заверил, что этот вопрос успешно решается. Чтобы сократить очередь дошкольных учреждений, в пяти детских садах проведен ремонт и закуплено новое оборудование. На это потребовалось 14 миллионов рублей из бюджета. В результате с 1 сентября 2011 года там были открыты дополнительно 7 групп на 140 детей. Другие детские сады дополнительно приняли 250 детей. В итоге наше школьное учреждение дополнительно получили 390 мест. Также в этом году будут открыты новые детские сады на 715 мест. Виктор Азаров подчеркнул, что если ему удастся полностью реализовать эту программу, то к 2015 году очереди в детские сады не будет. Также глава подробно рассказал о планах на строительство 5-го ипотечного дома для работников соцсферы. Чтобы снизить стоимость квартир, администрация района предложила будущим жильцам создать кооператив. Мы с вами тогда имеем право по закону предоставить земельный участок для строительства вне конкурса, не на корпусной основе. То есть сократим затраты на строительство. Ну и сами понимаете, себестоимость строительства можно понизить. Не себестоимость, а стоимость квадратного метра может понизить практически на 50-60%. По окончании доклада главы депутаты практически единодушно проголосовали за то, чтобы признать работу администрации в 2011 году удовлетворительной. Галина Данилова, Денис Петров, ТВ «Мытища». 8 июня в России отмечался День социального работника. Мытищенцы, которые трудятся в этой сфере, получили поздравления с праздником. В районной администрации чествовали людей одной из самых благородных профессий. 20 лет назад в Московской области в результате разделения функций Пенсионного фонда Российской Федерации и органов социального обеспечения было создано Министерство социальной защиты. Сложно представить наше общество без людей, работающих в этой сфере. Сейчас каждый третий житель Мытищенского района пользуется услугами Управления социальной защиты населения. На торжественной церемонии 100 лучших работников этой сферы были награждены дипломами и ценными подарками главы Мытищенского района Виктора Азарова и благодарственными письмами Министерства социальной защиты населения Московской области. Заместитель министра Сергей Кравченко отметил, что Мытищенское управление соцзащиты – одно из лучших в Подмосковье. Все эти годы, все эти 20 лет показали, что труд социальных работников, он действительно настолько социально значим и востребован в нашем обществе, что порой социального работника для некоторых людей, социальный работник – это как последняя надежда и опора в свою жизнь. Профессия социального работника особая. Не каждый может трудиться в этой сфере. Доброта, милосердие, способность сострадать ближнему – все это не пустые для них слова. Я 17 лет работала социальным работником. В первую очередь надо любить и жалеть бабушек и свою работу. Если есть желание работать – будешь работать. Дочка, нет работы – желание не будешь работать. Уважать, ценить. Старое поколение. Праздник продолжился в театре драмы и комедии «Фест», где самые теплые и искренние слова благодарности сказал глава района Виктор Азаров. Сегодня мы отмечаем не только праздник работников социальной защиты, это и пенсионный фонд, это и служба занятости, это еще и много-много учреждений, которые проводят эту работу с нашим населением. И сегодня было правильно отмечено, что 62 тысячи – это почти треть нашего населения, охваченной этой работой. И в завершении праздника социальных работников веселыми песнями и зажигательными танцами поздравил казачий ансамбль и творческие коллективы Мытищинского района. Работники социальных служб всегда на передовой. Своим заботой, вниманием и доброжелательностью они укрепляют веру нуждающихся в то, что они не забыты и не брошены на произвол судьбы. И за это мы им всем говорим огромное спасибо. Галина Данилова, Денис Петров, ТВ Мытищи. Совсем недавно страна отметила 67-ю годовщину Великой Победы. Но празднование и чествование героев-победителей в Великой Отечественной войне на этом не закончилось. Центр информационных технологий и телеканал ТВ Мытищи при поддержке администрации Мытищинского района сообщает о старте второго этапа социальной акции «Спасибо за победу». Мы обращаемся к родным и близким, в семьях которых есть труженики тыла, участники парада победы на Красной площади, а также участники партизанского движения. Присоединиться к нашей акции. Уважаемые мытищинцы, приносите фотографию вашего родного человека и напишите краткую информацию о нем. А мы с удовольствием его поздравим и поблагодарим за вклад в Великую Победу. Вас ждут по адресу город Мытищи, Новомытищинский проспект 43, корпус 4, телефон 8495-786-5741 или заполните заявку на сайте www.citmmr.ru Выделение земли, ремонт больницы, уборка мусора, проведение канализации – это лишь часть вопросов, которые жители села Марфина озвучили на встрече с Виктором Азаровым. В общественную приемную главы района при Марфинской школе в среду обратилось более 70 человек. Виктор Азаров вместе с главой сельского поселения Федоскинска Евгением Балакиревым дали исчерпывающие ответы на все вопросы. Марфина – это административный центр сельского поселения Федоскинска и Мытищинского района. Селу более 500 лет. В нем сохранились постройки усадьбы Марфина. Сейчас на ее территории располагается военный санаторий. Жители выступают за сохранение усадебного ансамбля и просят открыть музей. Краевед Марфина Елена Соловьева рассказала главе района, что в интернете появились объявления о продаже в частную собственность земельного участка прямо на территории усадьбы и попросила объяснить, как возможна такая сделка в охранной зоне. Виктор Азаров пояснил, что это могло произойти по схеме незаконной дачной амнистии. По этому факту мы сейчас запросили межевое дело для того, чтобы разобраться на основании чего сделали межевое дело, что администрация не предоставляла это 100%, это подтверждает мои коллеги. А на основании этого межевого дела мы определим, кто заказал это межевое дело. Определим якобы какого-то собственника и направим данные документы в правоохранительные органы, в данном случае в прокуратуру и следственный отдел управления внутренним генематического района. Жители просят провести ремонт Сухаревской больницы. Волнует их и отсутствие там врачей узких специальностей. Молодым мамам тяжело с грудными детьми добираться на автобусе, который ездит редко до города Мытищи, чтобы пройти обязательные процедуры у таких врачей, как хирург, невропатолог, ортопед. Глава района пообещал, что в течение месяца будет решен вопрос с врачами. По определенному графику необходимые специалисты станут приезжать в Марфино и проводить прием на месте. Родителей уведомят заранее, чтобы они записали детей на прием. Что же касается ремонта, в бюджете этого года заложено свыше 5 миллионов рублей, на которые возможно заменить у больницы двери, поставить пластиковые окна и отремонтировать полы. Среди частных чаще всего звучали вопросы землепользования. Много вопросов по землепользованию, потому что это сельская территория, конечно, жители в основном проживают в частных домах. Но все вопросы такого текущего характера, на большинство вопросов мы ответили, надо оказать помощь, содействие в оформлении земельных участков. Где-то просто жители не понимают порядка оформления этих земельных участков. Такое разъяснение мы предоставили. К дорожным службам у жителей также возникает ряд вопросов. По главной улице, зеленой, потоком идет легковой и грузовой транспорт. А пешеходный переход есть только напротив школы. По мнению селян, на месте крутого поворота в конце улицы не хватает лежачего полицейского и знака «Поворот». Из-за их отсутствия здесь периодически случаются аварии. Глава района обещал дать поручение руководству Мутищинского отдела ГИБДД провести проверку на этих участках дороги. Во время встречи обсуждались вопросы реконструкции памятника воинам Великой Отечественной войны. Строительство пристройки к школе, дома культуры и новость подплощадки для молодежи. Перемещение, мешающее жителям стоянки такси. Проведение в селе канализации. Прием закончился поздним вечером. Виктор Азаров пообещал приехать в Марфино в ближайшее время на общественный субботник, проведение которого было инициировано во время встречи с самими жителями. Марина Стафунина, Александр Славин, ТВ Мутищи. В день эколога Мутищинская молодежь провела акцию под розунгом «Свалки нет». Единственный в районе полигон твердых бытовых отходов переполняется. И возникает вопрос о поиске цивилизованных способов утилизации мусора. В Каргашино потоком идут грузовики с мусором. «Свалка» работает на пределе своих возможностей. Этот единственный в районе полигон твердых бытовых отходов переполнен и должен быть закрыт в 2014 году. Из года в год возрастает необходимость поиска новых методов утилизации мусора. Новые технологии переработки ТБО должны быть экономически выгодны, а также безопасны для экологии и здоровья человека. Широкое обсуждение данной темы прошло в районной администрации в рамках круглого стола в конце апреля. К поиску решений районная власть пригласила и общественность, и областных депутатов. Участники заседания не смогли принять общие решения. Фракция КПРФ во главе с депутатом Особолдумы Светланой Зининой фактически заблокировала обсуждение этой темы. Представители партии пришли с установкой на борьбу против мусоросжигательного, как они его называют, завода, строительство которого почему-то воспринимают как свершившийся факт. У экологов есть свое видение решения проблемы. Здесь будет установлена сортировочная линия, которая является начальным этапом для перерабатывающего завода. Поскольку отходы нельзя напрямую отвозить на завод, там содержатся ядовитые элементы, такие как батарейки, аккумулятор и прочее. Здесь на сортировочной линии все эти ядовитые элементы будут выбраны, отсортированы и сданы на переработку. А уже чистые отходы будут направляться на перерабатывающий завод, где будут превращаться в тепло и электричество. В день эколога сказать «свалки нет» на полигон приехали активисты районного школьного парламента и молодежного совета при главе Тиматищинского района. Ребята выступают против расширения территории свалки и призывают выбрать цивилизованный способ утилизации отходов на основе современных технологий. А именно построить мусороперерабатывающее предприятие на месте свалки и под контролем экологов перерабатывать ТБО в новые полезные продукты или тепловую энергию. Мы выступаем за цивилизованные способы утилизации бытовых отходов на территории нашего района на основе безопасных, экологически чистых, современных технологий, пользующихся спросом во многих странах мира. Мытищинская молодежь из года в год проводит экологические акции «Чистый берег». Субботники по уборке территорий в детских садах, школах и молодежных центрах организуют работу экологических патрулей. Сегодня мы находимся в цеху по переработке и прессовке мусора. Сегодня мы хотели бы показать, что это, во-первых, очень крайне эффективно, а во-вторых, это экологически безопасно. И мы хотели бы доказать это своей работой. Но, наверное, в конце концов, меньше надо говорить и больше делать. Вот тогда мы сможем сохранить красоту нашего района. Вслед за главой района молодежь призывает общественность обратить внимание на проблему мусора. Обратный отчет срока закрытия полигона в Каргашино начался. Пока есть время выбрать лучший вариант решения проблемы. Марина Стафунина, Константин Химичев, ТВ Мытищи. На этой неделе в Мытищах состоялось расширенное заседание регионального полицовета Московского областного отделения партии «Единая Россия». В мероприятии принял участие вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов. Подмосковные единороссы подвели итоги 13-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» и обозначили задачи, которые стоят перед областным отделением. С докладом выступил секретарь регионального полицовета Сергей Юдаков. Сейчас крайне важно применять новые формы работы, в том числе и современные средства коммуникации. Социальные сети интернета, в том числе профессиональные сообщества, должны стать площадкой для работы партии нашего актива. В обсуждении доклада принял участие вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов. Он передал участникам заседания приветственные слова и пожелания удачной работы от губернатора Сергея Шойгу. Он отметил, что региональное отделение «Единая Россия» является мощной политической силой и ей по плечу принять участие в решении ряда важнейших задач, которые обозначил губернатор области. Нам предстоит вместе с вами удвоить бюджет за 4-5 лет. Нам предстоит с вами серьезно решить транспортную проблему, включая саму дорожную инфраструктуру. Мы видим, что это такое. И сами являемся участниками всего этого, когда застреваем в пробках. Можно тут говорить о мегалках, можно еще о чем-то говорить. Тут понятно, что проблема-то в другом. Дороги малые, они плохие. Он также напомнил о том, что с 1 июля 2012 года правительству Московской области передаются федеральные полномочия в области лесных отношений. Сохранять леса, избегая чрезвычайных ситуаций, наша общая задача, подчеркнул вице-губернатор Подмосковья. Марина Стафунина, Константин Бондаренко, ТВ «Матищи». Матищинский район посетили профессора королевской коллегии семейных врачей. Англичане поделились передовым опытом со своими российскими коллегами, которых готовят специалистов общеврачебной практики. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, семейный врач официально называется еще врачом общей практики. Это медик, имеющий многопрофильную подготовку и оказывающий медпомощь всем членам семьи, независимо от пола и возраста. В приоритетах развития первичной медико-санитарной помощи отказ от практики приема населения участковыми врачами и переход на западную систему обслуживания пациентов. В рамках этой программы повышения квалификации у нас проводится недельный семинар, на котором ведут основной цикл повышения квалификации. Именно врачи-преподаватели, которые будут далее преподавать, приобретут навыки для того, чтобы преподавать врачам семейным. Кафедра повышения квалификации областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского обратилась к администрации Матищинского района с просьбой проведения медицинского семинара, в ходе которого перед врачами района выступили консультанты из Англии. Главная задача иностранных коллег – передача знаний и опыта по подготовке врачей общей практики. Обучение длится шесть месяцев. В течение семинара обсуждались вопросы технологии общения врача и пациента. Очень, так сказать, вовремя состоялся этот цикл совместно с британскими коллегами, которые являются консультантами Королевской академии семейных врачей. И в данном случае в своем цикле, в своей программе несут тему обучения и тренинга врачей, особенно семейных, с позицией биопсихосоциальной модели, то есть системного подхода пациента, то есть понимания не только его внутренней патологии или же состояния здоровья в целом, но также и состояния его духа, души. Майкл Уитфилд уже в третий раз посещает Россию в качестве преподавателя. В разных городах он проводит актуальные семинары для будущих врачей-тренеров. А вот Поль Винсент в России впервые. Наши страны учат студентов-медиков немного по-разному, насколько я знаю. И я приехал сюда с большим интересом и с надеждой, что смогу поделиться тем, как мы учим врачей у себя в стране, и узнать, как Россия учит своих врачей. Также Поль отметил, что одна из особенностей цикла семинаров – это работа в небольших группах, где любой желающий из аудитории может задать вопрос лектору. Александр Лощец, Денис Петров, ТВ Матище. На этой неделе в России отметили Пушкинский день. Государственным этот праздник стал относительно недавно, в 1997 году. Но день рождения великого поэта Александра Пушкина в России отмечали и раньше. Его часто называют основоположником современного русского литературного языка. Поэтому 6 июня у нас празднуется как день русского языка. Произведениями Пушкина по-прежнему зачитываются и взрослые, и дети. Когда-то литературный критик Аполлон Григорьев сказал «Пушкин – наше все». Но для каждого Пушкин – это еще что-то свое, личное. 6 июня многие идут в библиотеку с затомиком стихотворений великого поэта. Кто-то несет цветы к его бюсту, а кто-то своими руками делает с детства знакомый всем силуэт, выкладывая его тополиным пухом на бархатном листке. В детской городской библиотеке номер один тоже отметили Пушкинский день России. Коллектив библиотеки для своих читателей оформил яркий стенд с красивым названием. Пока в России Пушкин длится, метелем не задуть свечу, который расположен при входе и сразу привлекает внимание. Выставка оформлена необычным образом. Обычно стоят книги, которые говорят о Пушкине, его произведении и так далее. А мы построили свою выставку немножечко по-другому. То есть каждый этап Пушкина на отдельном листочке вот так вот оформлен. Здесь можно видеть открытку, которая говорит о каком-то жизненном этапе Пушкина. Помимо стенда в библиотеке было организовано мероприятие для детей, во время которого им продемонстрировали мультфильм по сказке о попе и работнике его балде. И, конечно же, было чтение стихов вслух. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Школьники по-прежнему увлеченно читают прозу и поэзию Пушкина. В его произведение влюбляются с детства и на всю жизнь. Приходят все. Сначала бабушка приводит своего внука маленького, еще дошкольника, и берет с ним сказку о мертвой царевне и семи богатырях. И обязательно, чтобы картинки были красивые. Или сказку о золотой рыбке. И приходят уже более старшие дети со школьной программы, с Евгением Онегином, с пиковой дамой. Давайте Пушкина читать и не забывать о великих классиках русской литературы. Александра Лощец, Константин Химичев, ТВ «Мутище». Уважаемые телезрители, смотрите в 21.10 новый выпуск «Мульт новостей», а в 21.15 – 13 минут с генеральным продюсером, с участием главного редактора программ и спецпроектов ТВ «Мутище» Оксаны Пассаженниковой. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова